У нас, не забывая, все-таки Россия родина вампиров, страна вампиров, как мы сегодня это видим. И мы видим, что вот сегодня, буквально сегодня, они все эти вампиры мочат свои лысые грифовские шеи в крови этого бедного Ефремова, шевелят голыми кожами на черепах, и с каким наслаждением, и с какими попугайскими интонациями полстраны приговаривает «Ах, вот посидеть ему, посидеть ему мало дали». И причем всплыли какие-то давным-давно забытые персонажи, люди какие-то губерниевые, какие-то лозы, какие-то артисты Краско, и все злорадствуют, и все потирают лапки, и глотают прямо вот как гриф из густки этой Ефремовской крови, даже для меня, отъявленного мерзавца. В общем, картина поганенькая, мне он никто, и мы не друзья больше. Но вот я вижу, как эта огромная толпа праведников собралась вокруг опрокинутого и уже растоптанного человека, и с каким наслаждением они его добивают. Ну, я серьезно говорю, что мне безразличен ваш Миша, но вообще 8 лет... А как это произошло, Александр Галибович, почему вы поняли, что вы больше не друзья? Ну, во-первых, поправки – это серьезный поступок, топление за поправки – серьезный поступок, майка с надписью «Православие – это жизнь» для меня тоже серьезный поступок, но, несмотря на это все, я хочу вам сказать, 8 лет дают заумышленное убийство. Заумышленное и подготовленное. А здесь отсутствует элемент как бы подлинного преступления. Это очень драматический несчастный случай, да, у которого есть виновник, но это не преступление в прямом смысле этого слова. Кстати, хочу сказать всем, кто беспокоится, что можно не беспокоиться, потому что ничего не кончилось. И, вероятно, каждый этап, каждая апелляция, каждое рассмотрение в новой инстанции будет каким-то образом снижать или менять срок. Ну, а потом, вообще-то, есть такая замечательная вещь, как закон медийного забвения, да. Вот когда в вампирских мозгах публики Ефремова вытеснит и с помощью СМИ заместит другой несчастный, об которого можно будет точно так же вытирать ноги, Михаила, тихо, спокойно, в соответствии с установленным таком надзаконным звонковым порядком. Его начнут переводить из одной в другую, благодарить за соблюдение внутреннего распорядка, выписывать грамоты и тихонько, спокойненько он, я надеюсь, уйдет по какой-нибудь совершенно рекордной досрочке или его подведут просто под амнистию. Но только тогда, когда до него уже не будет, конечно, никакого дела вообще. Александр Глебович, объясните мне вот что. Про людей, которые любят требовать крови, мы понимаем, да. Наверняка часть из них прекрасно себе представляют себя на этом месте и думают, господи, как мне повезло, когда я был до белых лошадей, накушавшись, что я никого не убил. А мы представляем их и то, как они будут скулить в такой ситуации и жаждать жалости. Но здесь была какая-то феноменальная история с так называемыми адвокатами, с той и с другой стороны. Этим людям вы чего пожелали бы? Ну, вы знаете, хотя это было очень своеобразно, я на прошлом эхе об этом говорил, тем не менее, в общем, благодаря усилиям адвокатов получилось очень увлекательное шоу. И мы имеем один из самых любопытных процессов, который, возможно, вполне вправе претендовать на размещение, ну, скажем так, в учебнике, по крайней мере, потому что мы видим, что вот эта вся сложная путаница законов, сложная перетасовка подзаконных актов, статей, фальсификация свидетелей, все это разбивается о жесткий и абсолютно однозначный приказ, который поступает в суду, и что суд невозможно втянуть, сегодняшний суд невозможно втянуть в эту игру. Суд 19 века, суд начала 20 века, он бы повелся на все это, но сейчас мы видим, что суд, вероятно, четко уже в конверсии имел цифру 8, и он ее реализовал и озвучил.